здравствуйте вот ребята смотрите вот олени гуляют это это я хотел вам рассказать анекдот ну ладно что ты на меня так смотришь ладненько я буду рассказывать вы если они не убегут смотрите прежде чем я перейду к очередной серии анекдотов вернее один анекдот я хотел бы рассказать вам один случай из здравствуйте еще раз ладненько один случай из практики раньше когда я работал на заводе бмв сидит один мужик с книжкой за столом обеденный перерыв мы все отдыхаем он сидит и с таким очень умным выражением лица читает эту книгу один так ну спрашивает а что ты читаешь что такое серьезным анекдоты и тут все кто сидели за столом рядом с ним заржали в один голос то есть когда человек читает анекдоты и с серьезным философским выражением лица значит у этого человека что-то не то с чувством юмора а ты все еще смотришь ну смотри вот это по поводу тех людей которые заходят ко мне на канал стоит еще это по поводу тех людей которые заходят ко мне на канал и слушая анекдоты которые рассказываю высказывают свое мнение типа это вообще не смешно да как вы можете так издеваться над людьми люди ребятки господи но развивайте свое чувство юмора значит если вы не поняли анекдот блин ну это клиника это уже не мои проблемы это ваши проблемы елки-палки поэтому блин не понравился вам анекдот да и хрен на него и хрен на вас извините за выражение кто-то пишет да и излайк тебе блин за такой них ну на всех не угодишь ладненько о ушла ладненько бог с ним а теперь анекдот это было маленькое отступление теперь анекдот которому в этом году на момент как я его услышал исполняется уже 41 год можете себе представить такое такой бородатый анекдот но тем не менее он актуален потому что его время от времени пересказывают люди друг другу и естественно некоторые детали на заменяют более современными кое-что заменяют более смешным более интересным но суть самого анекдота остается неизменный так вот анекдот про тещу у одной тещи было три зять нормальные зятя все жили в одном в одном дворе там несколько домов было ты один огороженный двор и вот как-то идет старший взять с работы домой смотрит на реке кто-то тонет он пригляделся блин теща мгновенно сбрасывается куртку кидается воду спасает тещу выжила он приходит потом через несколько дней домой после работы открывает ворота смотрит а там стоит жигуль седьмая модель анекдоту сорок один год не забывайте жигули седьмая модель и нанять на этих жигулях на лобовом стекле плакат любимому зятью от тещи не думать ну тещу дружила блин спасибо мировая теща как-то через некоторое время средний взять идет после работы домой смотрит в реке кто-то тонет пригляделся блин теща ну блин недолго думая блин кидается в реку спасает эту тещу блин вытаскивают ее на берег все живая не утонула приходит он как-то через пару дней домой после работы открывает ворота заходя во двор там стоит я вас коляской блин и на яви с коляской на плакат любимому зятю от тещи думают о блин молодец теща класс блин отличный подарок вот но через какое-то время младший последний третий взять идет домой после работы тоже по этой же дороге смотрит в реке кто-то тонет он так раз за куртку а потом присмотрелся теща думает это что получается старшему зятю жигули среднему мотоцикл с коляской а мне чем опять что ли не нахрен и пошел утонула теща через неделю блин этот младший зять приходит домой после работы открывает ворота чтобы зайти во двор а во дворе стоит черная тридцать первая волга а на ней написан плакат любимому зятю от тестя кто понял анекдот молодцы кто не понял но я вам не доктор всем удачи пока